Здравствуйте, дорогие друзья! Доброе утро всем! Прекрасное доброе утро, солнечное! Я благословляю каждого из вас, где бы вы ни находились. Открыто над вами небо или закрыто оно тучами не имеет этого значения, если вы можете подниматься над облаками, если ваша голова, подобно жирафу, может прорваться через все тучи. И ведь это наш выбор, как мы будем подниматься над обстоятельствами с раннего утра, принимая решение, куда мы идем, как мы идем и как мы будем простираться наверх и вперед. И на самом деле это решение наше, созревающееся внутри, даже с вечера. Поэтому я сегодня хочу благословить вас, дальше продолжить уже в новом сезоне, но размышлять над теми действиями, которые производила Иоанна Фан, как для нас хороший урок. Человек, который отправился с оруженосцем в отряд врага. Отряд это достаточно большое количество людей по отношению к одному человеку. Это 20 и более. Соответственно, один с оруженосцем, у которого всего лишь один меч или там несколько инструментов, которыми они могут работать и все. Остальное, как вы помните, у них не было возможности иметь больше оружия из-за отсутствия кузнецов и даже разрешения от филистимлян, чтобы были выкованы эти инструменты или орудия. Итак, они пробираются по скале, поднявшись на вершину. Они не обращают внимания на то, что устали, не обращают внимания на то, что где-то поцарапались. Посмотрите, как цель она увлекает, как цель она дает силы. И если сегодня ты проснулся, у тебя цели нет, то тогда любая причина тебе ничего не делать, она будет очень-очень большим оправданием. Поэтому наоборот, просыпайся сразу с пониманием на этот день, какие у тебя задачи. Даже если это отдых, пусть он будет активным, пусть он будет спланированным, чтобы это не было возможности себя расслабить до такой степени, чтобы впадать в апатию, в раздражительность, в осуждение, в обвинение. Избегайте таких состояний именно для того, чтобы нам подниматься всегда выше с каждым днем. Соответственно, Иоаннафан это сделал. И пало от этого первого поражения, нанесенного Иоаннафаном и оруженосцем, его около 20 человек на половине поля обрабатываемой парой валов в день. То есть, посмотрите, они достаточно большую площадь смогли успеть пройти, не просто пробежать по-человечески, а пройти победоносно, убрав врага. Это не все были люди, которых они поразили. Часть убежала, из стана, часть могла быть брошена, так скажем, в бегство. Почему? Потому что кто-то оказался мужественным и мог нанести вот такой ужасный удар для врага. И произошел ужас в стане на поле и во всем народе. Передовые отряды и опустошавшие землю пришли в трепет. Дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа. Я хочу, друзья, благословить и себя, и вас пониманием того, что если ты начинаешь наступать на врага, то ужас будет не на тебе, а на нем. Если ты сидишь в беспечии, ужас придет на тебя, потому что он будет тоже наступать. Поэтому кто успеет начать наступать, тот и будет распространять ужас или умножать победу в своей жизни. Поэтому я хочу тебя благословить активной позицией в жизни сегодня, посмотреть, есть ли опасные зоны, которые надо привести в соответствие, где враг еще имеет результат. И сказать, Господи, я сегодня не буду в беспечии, а я начну наступать на всю вражескую тактику, чтобы твои планы привести в движение. И вот тогда на самом деле враг, он не настолько силен и страшен, как кажется. Как ты только начинаешь действовать, ты обнаруживаешь его слабые места, а значит побеждаешь. И у нас есть такая привилегия, друзья, через Голговский крест победить любые планы, не чистого мира, а значит, где бы ты ни находился, в зоне проклятия, в зоне осуждения, в зоне безысходности, депрессии. Это значит, надо оттуда выходить и как можно быстрее. Не оставайся в плену, потому что Господь на твоей стороне. Начни двигаться, даже если надо будет цепляться, цепляйся. И то, что у тебя уже есть как инструмент, начни это использовать. Небесный Отец, я благодарю тебя, что могу благословить сейчас каждого человека, кто является свидетелем этого послания. Пусть, Боже, в данном дне будут взяты нужны вершины, нужные расстояния преодолены, и враг будет обращен в бегство. Я благодарю тебя, что мы можем это делать, потому что по богатству славы твоей у тебя могущество, в котором мы нуждаемся и принимаем доступ ко святилищу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, всего доброго, до новых встреч и новых побед нам всем в этом дне. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok